Из Совета по правам человека при президенте исключили Игоря Каляпина, Николая Сванидзе и еще несколько человек. Об этом мы поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Здравствуйте, Дмитрий Полисович. Добрый вечер. Здравствуйте, Максим. С чем вы связываете это исключение? Ну, в общем, оно давно зрело. Думаю, что последней каплей было заявление насчет кувалды. Ну, в общем-то, поскольку речь о гражданине Российской Федерации, права которого были несколько ущемлены с помощью кувалды, логично было бы задать вопросы о том, как это относится с правовым государством, с тем, что никого нельзя казнить, иначе как к приговору суда, ну и многие другие. Но поскольку те люди, которые там еще оставались, вот эти приличные, действительно просто приличные люди, они не могли не задать эти вопросы, но их за это вышибли. Для меня до сих пор открытый вопрос. Я ушел из этого совета в 2012 году и сомневался, правильно или неправильно, потому что все-таки казалось, что там еще можно сделать что-то для людей. А ушел я потому, что я там курировал группу защиты электоральных прав, так это называлось. А в 2012 году президент Путин избрался с грубым нарушением этих самых электоральных прав и электоральных законов. И очевидный был конфликт интересов, как я могу быть в совете при защите прав при президенте, который избран с нарушением этих самых прав. И тогда несколько человек, ну я помню, например, Светлану Ганнушкину, Светлану Сорокину, еще там несколько человек ушли, и я тоже. И я мучился правильно, неправильно. Вот сейчас понял, что правильно. Потому что еще кушать, просто выгнали бы, а все равно выгнали бы. Да, но тем не менее, то, что приходится выгонять, то, что приходится зачищать, значит ли это, что еще какие-то институты работают и сопротивляются? Сопротивляются люди, которые сохранились в этих институтах. Их выкидывают и уничтожают. А институты заменяются имитационными картонками. Ну, например, в Конституционном суде тоже был один судья, Константин Ароновский, если я не путаю его фамилию, который один высказался против вот того самого конституционного обновления, которое, в частности, позволило Путину идти там на 18-й срок или на какой там еще. Ну, его тоже вежливо выдавили из этой структуры. Тоже был на удивление, в общем-то, приличный человек. А до этого Анатолия Кононова выдавили из Конституционного суда. Так постепенно вот люди заменяются, и вместо них приходят товарищи типа Кадырова или Пригожина. Скоро у нас еще Пригожин будет защитником прав человека с помощью СИПа и Молота. Ну, может быть, действительно в следующий набор попадет. Но все-таки, если говорить об институтах, остались ли какие-то институты, которые сопротивляются? Ну, если вот вы сказали, что про СПЧ — это отдельные люди, а есть ли какие-то институты, которые еще работают как государственные, но при этом выполняют свои функции более-менее адекватно? Боюсь, что я таких не знаю. Понимаете как? Когда Путин начал уничтожать институты, у меня была некоторая эфемерная надежда, что появляются альтернативные. Ну, например, ВАК деградировал до уровня торговли дипломами, докторскими, кандидатскими и так далее. Но рядом с ним вырос диссернет, который как бы возмещал некомпетентность и коррумпированность этого самого ВАКа. Центральная избирательная комиссия деградировала до органа по обслуживанию политических интересов начальства. Рядом с ним вырос голос, там, Народный избирком, Росвыборы Навального и некоторые другие структуры, которые, в принципе, проводили ту самую работу, которую должен делать Центральная избирательная комиссия или, как угодно, комитет, то есть наблюдать за соблюдением избирательных законов и, соответственно, пресекать их нарушения. Уничтожили это, и диссернет уничтожили, и мемориал уничтожили, который взял на себя функцию, который, в общем-то, должен был бы выполнять, скажем, академический институт истории. Ну, публиковать, ввести архив, сравнивать, например, генетические коды тех, кого нашли откопанными в Сандармохе с их родственниками. Это все делается элементарно, по щелчку пальцев на нынешнем уровне технологий. Никто почему-то это не сделал, а Дмитриева посадили. Ну, и голос разогнали. Так что вот эта попытка бесплатно, альтернативно, на волонтерских основах создать какие-то альтернативные государственные конторы была задавлена. А государственные конторы были подчинены, и они обслуживают, ну, как полиция, она же не обслуживает нас с вами, она не защищает права, она называется правоохранительные органы. Но она защищает не право, а интересы начальства. Она защищает права человека, и мы с вами знаем этого человека. Ну, или можно и так выразиться, да. Работает. Дмитрий Борисович, последний вопрос. Осталось совсем немного времени, но хочу вас успеть спросить про мирные переговоры. Есть ли у вас ощущение, что что-то сдвинулось, и вот эти переговоры между американскими и российскими представителями об атомном вооружении, значит ли это, что процесс пошел? Вы знаете, процесс пошел, и, наверное, будет немножко ускоряться, благодаря усилиям господина Залужного и его воинских соединений. Чем хуже дела идут на фронте, тем чаще в Кремле будут задумываться о переговорах. Потому что, вопреки тому виду, который они собираются делать, они не самоубийцы. И доставать из кармана ядерную бомбу, они, если и могут, то только для того, чтобы пугать. Взрываться они не очень спешат. Поэтому, чем хуже дела на фронте, тем чаще Владимир Путин просыпается с мыслью о том, что хорошо бы зафиксировать вот эти условия, которые вот сейчас сохранили. Хотя бы сохранить ту территорию, которую он сейчас контролирует. Но точно так же каждое утро господин Зеленский просыпается с мыслью, что продвинуться-то дальше Путину не удалось. А украинцы продвигаются полигонку и улучшают противоракетную оборону и так далее. Так что Путин проявляет все большую мягкость под давлением Украины и Запада. А Зеленский вполне естественно проявляет все большую жесткость. И его вполне можно понять. Потому что, если он сейчас затеет переговоры, те же военные, тот же заложенный скажут, «Батенька, мы кровища тут пролили немерено, мы научились воевать, мы готовы пахучими тряпками, хаймерсами и прочими подручными средствами выгонять агрессора за пределы наших украинских территорий. И тут ты затеваешь переговоры». А они ничего? Я думаю, что чего? И поэтому переговоры... Запад, на самом деле, наверное, хотел бы провести эти переговоры, потому что он крайне нервирует его ситуация нависающего ядерного конфликта. И плюс к этому он уверен, что он Путина победит в мирном соревновании быстрее, ну не быстрее, но надежнее, как, собственно говоря, Рейган победил Советский Союз. Не на войне, а в мирном соревновании. Поэтому они хотели бы законсервировать эту ситуацию и мирно потихоньку Владимиру Владимировича Путина удушить его же трубопроводной империей. А Украине, естественно, такой вариант не подходит. Ей надо вернуть свои территории, ей не хочется уступать. Тем более, что у нее начинает получаться. Так что я не очень оптимистичен насчет мирных переговоров. Хотя, да, вы правы, какой-то сдвиг обозначается. Во всяком случае, об этом стали говорить все чаще.